После арнштадтских неурядиц Бах переезжает в Мюльхаузен. Это довольно большой город и, самое главное, город с прочными музыкальными традициями. Здесь до Баха работало несколько крупных музыкантов конца XVII-начала XVIII века. Поэтому, когда 22-летнего музыканта приглашают на это место, это значит, что музыкант уже составил себе имя. Жалование его примерно такое же, на один гульден в год больше. Но по городскому обычаю к нему добавляют ещё зерно, дрова и вяленую рыбу. В общем, с профессиональной, с материальной точки зрения здесь у него всё в порядке, и он смог сыграть свадьбу с Марией Барбарой Бах, с которой прожил несколько лет в любви и согласии, и от которой родились два самых знаменитых старших сына Баха – Ирильям Фридеман и Филипп Эммануил. Буквально за два месяца до приезда Баха в городе случился огромный пожар. Огнём было уничтожено более 300 домов, и ещё около сотни было повреждено, причём в центральной, в самой богатой части города. Поэтому городскому совету, ну, просто не до Баха. Ему дают хорошие полномочия, широкие полномочия, ему дают вполне хорошие жалования. Справляйся со всем остальным. Лучше обстояло дело с заказами от частных лиц, чаще всего от членов городского совета. Нужна была музыка для семейных торжеств, помолвки, дни рождения, свадьбы, погребальные службы. К этому добавлялись заказы от города, тоже по частным конкретным случаям. Так Бах обращается к жанру, который стал для него основным и центральным – к жанру кантаты. Общая черта ранних кантат Баха – это тесная связь с традициями предшествующего поколения немецких мастеров. Он, конечно, уже не ученик, но ещё не учитель. Его индивидуальность здесь проявляется только в уверенном использовании приёмов, которые сложились до него. Новых приёмов здесь мы не найдём. И эти приёмы он применяет в широком эмоциональном диапазоне. Скажем, от сдержанной, камерной, я бы сказал, даже в полголоса спетой заупокойной кантаты «Божий срок – лучший срок». И противоположный полюс – торжественно триумфальное «Бог, царь мой от века» на перевыборы городского совета. Мы не знаем, для кого была написана первая из названных кантат. Но, безусловно, эта первая баховская кантата до нас дошла. И также, безусловно, одна из самых лучших. Чтобы понять смысл её и более широкий смысл художества, связанного с погребением, нам нужно представить себе, что смерть в христианском сознании вовсе не имеет такой однозначно трагедийной, тёмной окраски. Ведь только через смерть душа может объединиться со спасителем. И отсюда совершенно парадоксальное отличие немецкой заупокойной музыки, скажем, от итальянской. Немецкий реквим Брамса начинается светлой музыкой. Заупокойные песнопения Генри Хащутца начинаются светлой музыкой. И такой же светлой музыкой начинается заупокойная кантата Баха «Божий срок – лучший срок». Может быть, даже лучше сказать не светлый, а просветлённый. Это в полном смысле слова камерная музыка. В сопровождении небольшого хора, а скорее даже ансамбля солистов, всего лишь две виолы да гамба – это нечто вроде нынешней виолончели – и две флейты. За ними интересная символика. В немецкой религиозной живописи виолы и флейты – это инструменты ангелов. То есть перед нами, по существу, ангельская музыка. Вот так она и звучит. За этим вступлением идёт небольшая часть для солистов, для ансамбля солистов на текст евангельский. И вот на этой части прекрасно видно, как работает Бах с текстом. Точнее, как работали с текстами его предшественники, чью традицию он продолжает. Основная задача – с помощью музыки придать тексту рельефность и эмоциональную наполненность. Музыка строится по фразам текста, прозаического текста. В каждой фразе выделяется ключевое слово, которое подчёркнуто особой мелодической фигурой. И окраска, эмоциональная фраза, передаётся в ладовой окраске мажора или минора. Вот перед нами первая фраза – «Божий срок – лучший срок». Короткая фраза и короткое построение. И слово «лучший» – «aller beste» – передаётся коротким-коротким мелодическим зигзагом. Вторая фраза. В нём, то есть в этом божьем сроке, в этом божьем времени, мы живём и движемся, доколе есть воля его. И смотрите, движение сразу меняется, оно становится оживлённым. Мелодический рисунок становится рельефнее и, опять-таки, наивно, может быть наивно. Но, как ясно, слово «доколе» по-немецки «вилане» подчёркнуто выдержанной-выдержанной на целых четыре такта нотой. Субтитры создавал DimaTorzok Но вот третья фраза. «В нём умираем мы, когда есть воля его». И сразу тональная краска становится тёмной, сумрачной, движение затормаживается. И главное слово «умираем» передано такой пронзительной гармонией, что действительно перед нами земной смысл отношения к уходу близкого человека. Попробуйте прочитать этот текст без музыки. И он сразу же станет плоским, таким однозначно назидательным. Попробуйте послушать музыку, не зная текста в целом и в деталях. Она сразу же станет музыкой вообще, красивой музыкой. Но именно в единстве два этих начала дают нам нечто более того, что есть в каждом из них в отдельности. Текст одухотворён музыкой. Музыка осмыслена текстом. Так будет работать Бах в основном для себя жанре – церковной катачи. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok